По сути дела было обыкновенное. Мы просто заехали в супермаркет, но тут мы поняли, что в городе появилась новинка. А новинку нам представил первый вкус. Здравствуйте, предлагаем вам нашу новинку творог деревенский 0,9% жирности, который разработан по новой технологии нашего Магнитогорского молочного комбината. Благодаря тому, что в процессе приготовления творога не участвует человеческий фактор, наш творог сохраняет все свои полезные свойства 14 дней. На упаковке имеется стикер многократного использования. Используется упаковка. Обрезается, закручивается и заклеивается. Очень удобно для покупателя. Его можно использовать так много раз. Вот такая штучка-то произошла. И мы сразу поехали на городской молочный комбинат. Потому что попробовали и удивились, как можно было приготовить нежнейший абсолютно домашний творог. Да еще в том состоянии, что просто ум отъешь. Так как же это сделано? Мы выпускаем новый творог на линии творожной польского производства Обран. Это линия поточная. Она была у нас в проекте разработана в 2013 году. В 2014 году мы в апреле месяце запустили эту линию. И сейчас вырабатываем новый творог. А сейчас будет совсем сложнее. Да, нас спустили туда, где это делается. Мы и раньше тут были. И была и радость, и почет. Но городской молочный комбинат не стоит на месте. Он постоянно совершенствуется. И вот новинка. Четыре танка, в которых варится творог. Причем надо понять результат. Здесь человеческий фактор только фасует готовый творог. И все. Техника, созданная нашими польскими друзьями, полностью убирает сыворотку. И вот результат. Обалденный творог. И вот то, что происходит за моей спиной, это творог. Причем творог вы видели какой-то вкуснейший и безумнейший. Почему вы его не берете, я не понимаю. Дело в чем заключается. Магнитогорский молочный комбинат. Он готов вам всем предоставить. Но вы-то берете другие вещи. Поэтому, прежде чем брать творог в других местах, подумайте, как этот творог делается. Вот так он делается. Вообще-то, надо понимать, с чем вы работаете. Хочется, конечно, взять у бабушек, но вопрос. А сколько бабушек правильно готовят творог на полумиллионный мегаполис? Ну сколько, а? Да нисколько. Зато правило. Только качественное молоко сюда заливается. И вот результат. Да и вам бы надо было бы понять, что в ряду творожной продукции у кого самое главное качество. Так вот, самое главное качество у первого вкуса. Кстати, а хотели бы вы узнать, сколько молока присутствует в килограмме творога? Мы тратим для того, чтобы выпустить одну упаковку творога, порядка 3-4 литров молока. На каком оборудовании мы выпускаем? Это новая творожная линия, поточная. Там отсутствует, то есть, ручной способ производства. Выпускаемый творог 9% и обезжиренный. То, что жирность разная, но творог получается одинаковый по качеству, мягкий, по консистенции рассыпчатый и с ароматом сливочного вкуса. То есть, можно понять, что это супер творог, и такого творога-то у нас и нет, а теперь есть. Да, за счет того, что упаковывается этот творог в герметичную упаковку, мы достигаем лучших микробиологических показателей и органолептических, и увеличивается срок годности до 14 суток. Хотелось бы мне вам объяснить, из чего делается творог-то другое, но не буду, а то меламин, мел и типа соя. Так вот, в этой продукции ничего, кроме молока, не присутствует. И поэтому правило, хочешь творог, бери первый вкус. А для фом неверующих вот результат, мнение простых горожан. А для тех, кто может и хочет насытить металлургов, и не только, мысль, не парьтесь по мелочам. Надо будет, мы выведем на чистую воду любого. Но проще работать правильно, проще правильно кормить горожан. И это, к слову, для ИП и ООО. Это обыкновенный диетический творог с нулевым процентом содержания. Попробую вот 9%, мне он больше понравился. Ну, как впечатление? С 9% тоже больше понравился. Тоже больше понравилось, да? Вы все-таки взрослый человек, так же, как я, и вам этот обезжиренный-то и не нужно, по сути. Ну, так-то да. Каков аромат? Очень вкусный творог. Очень вкусный. Нежный, мягкий. Прелесть. Вот попробую. Какое ваше мнение? Ну, необычное такое вот. Как сказать? Ну, примерно, ощущение. Очень вкусное. Очень вкусное. Как творог-то? Вкусный. Вы берете этот творог? Вообще, да, беру. То есть, вы понимаете о том, что бабушки бабушками, а лучше первый вкус? Ну, мне нравится поэта, первый вкус, как у фирмы, и я всегда беру первый вкус.